Всем привет! И добро пожаловать на самый вкусный макбанг этого года. Боже, я переживаю. Я переживаю. Посмотрите, как все здесь красиво расставило. Девочки, у нас сегодня с вами опять такое, знаете, гурманство. Гурманство, по-другому я это не назову. Вы только на это посмотрите. Во-первых, это... Давайте я вам покажу, просто чтобы вы видели. Девчонки, сашими, угорь, лосось, креветка. Девчонки, это просто вау! Вот такие вот суши-роллы. Девочки, посмотрите. С лососем прекрасные, вкуснейшие. Осталось прихватывать дыхание от такой красоты, потому что, когда делаешь такую красоту, чувствуешь себя обалденно. И наши классические вот эти роллы, давайте, наверное, с них и начнем. Как ваши дела, мои хорошие? Моя любимая, моя любимая, наилюбимейшая вкуснятина. Роб с белой рыбой, с рыбой и пармезаном пробуем. Девочки, всем приятного аппетита! Немножко отсвечивает картина. Во-первых, девочки, хочу объявить, пока вы все тут. У нас будет конкурс. Конкурс проводим в моем телеграме. В телеграме Ямбэнк. Давайте так. В следующую субботу, через неделю, мы разыграем колонку. Умную колонку. Что нужно? Нужно быть подписанным на все мои соцсети. Ребята, я все проверю, честно вам говорю. Нужно быть подписанным на YouTube, на Routube. Ну, как бы, на все по желанию. Но обязательно YouTube, Routube. И, самое главное, телеграм-канал. Ребята, розыгрыш будет проводиться в телеграм-канале. В следующую субботу. Давайте в 12 часов дня. Что? Заходите. Будем с вами разыгрывать колоночку мечты. Так, лосось. Ребята, у нас есть тут спайси соус. Давайте мы с вами макнем. На-на-на-на-на-на. Так, готовы? Пробуем. Сырая рыбка. Что, может быть вкуснее, блин? Ай, сегодня гурманим. Как таковой темой, ребята, у нас... Что, встретились? Давно не виделись. Мы с вами сегодня встретились. Прекрасно. Столом. Уголь. Просто я обожаю роллы. Я обожаю все вот это. Вот виси, сколько я всего этого поедаю. Глистов у меня нет. Представьте. Так что, ребята, можете кушать и не бояться. Я вам честно говорю. Безопасно. Главное, хорошие, качественные продукты. Это обалденно вкусные роллы. Давайте я вам покажу поближе. Ох. Видите это? Это просто. Это... Я сейчас тоже съем. Просто, ребята, разрыв. Решила провести розыгрыш в своем телеграм-канале. Потому что скоро Новый год, ребят. Погода на улице портится. Так что, будет у нас радость. Заходите, подписывайтесь, мои дорогие. Все разыграем. Я решила, знаете, как сделать? В прошлый раз я отправляла... Ну, то есть, я купила колонку. Я, помните, вам показывала. И я отправляла по почте. В этот раз я хочу победителю просто ее заказать через ОЗО. Ну, честно, ребят. Так. Давайте креветочка. Та-та-та. Соус. Потому что, ну, толку я ее буду покупать и потом переотправлять. Очень вкусно соусом Спайси. Чарлик и хвостики. Толку я ее буду покупать. И отсылать. Зачем? Если я смогу напрямую заказать победителю. Ну, понимаете, да? Поэтому, ребят, сегодня у нас колонки нет. Но знайте, что победителю колонка придет через ОЗО. Давайте смотрим дальше. Это я возьму прям руками. Посмотрите, это типа ролл и суши. Почему-то тут не фокусируется. Не фокусируется, в общем-то, ролл и суши. Тоже сырая рыба. Добавили какой-то ореховый соус. Сегодня видео для тех, кто любит сырую рыбу. Кто любит азиатские мукбанги. Я постаралась сделать похожий на азиатский мукбанг. Мне кажется, получилось. Девчонки, пишите, как вам. Ставьте лайки. Тут вы знаете, что я поняла. Я смотрю у звезды в Африке. Ой, звезды в джунглях. Я увидела Алену Блин. Ну, как бы в ней интервью. Она немножко по-другому выглядит. И, ребята, вы только представьте, что я похожа на Алену Блин. Я это когда поняла. Пишите, как вам. Похожа ли я на Алену Блин? Ну, честно вам скажу, внешне мы похожи. Капец. Да, вот так вот. На кого я похожа? На Алену Блин. Спасибо за комплимент. Ну, а что поделать? У нас, мне кажется, с ней корни может быть одинаковые. Как всегда. Заказала Йоджи. В тот раз с Яной ели много лосося. Заказывали. Мне вообще не понравилось. До этого много лосося приезжало. Было вкусно. Мы решили с ней заказать. Привезли какую-то, ну, мягко говоря, хрень. Так. Угарь. Вы видите сами качество. Ну, то есть это... Я не вру. Очень хорошее качество. Нужнейшее. После таких качественных продуктов не хочется есть. Знаете, не очень качественно. Давайте попробуем еще лосось. Спасибо за дрель. Нежнейший лосось. Знаете, такой жирненький. Я бы хотела вот такой лосось прям съесть его много. Чтобы прям была у меня целая доска такого лосося. Ребят, я это сделала на 100 тысяч. Кстати, многим мне пишут, Катя, сними мужа, сними мужа, мукбанг с мужем. Мой муж говорит о том, что он согласится на мукбанг, но когда у меня будет на канале 100 тысяч подписчиков. Ребят, поэтому если вы смотрите без подписки, подписывайтесь, потому что тогда выйдет мукбанг с моим любимым мужем. Будем с ним вместе есть такую красоту. Помните, был такой мем? 100 тысяч подписчиков. Ну, он, наверное, думает, что такого никогда не будет. Я в вас верю, ребят. Поэтому подпишитесь, если смотрите мои видео без подписки. А я жду, кстати, когда будет 100 тысяч, чтобы с ним снять. Ну что? Давайте прям я руками так. Ну, многие, кстати, просто так снимают с мужем. Ну, мой муж не очень идейный, не хочет светиться. Кстати, если у вас есть партнер, какая у вас разница? У нас разница 6 лет. Конечно. У нас разница 6 лет. И, ну, знаете, мы познакомились, когда мне было 19. Но ощущалась разница. Сейчас уже нет. Но когда я была молоденькая, малышка совсем 19-летняя, 6 лет большая разница была. Ну, вроде нет, не прям уж сильно ощущалась, но чувствовала, что он старше. Я, в принципе, сама всегда, знаете, себя не ощущала никогда там на 19 лет. Мне, в общем, казалось это, что я взрослая. Но мне кажется, так всем людям кажется в основном. Что-то типа тебе там, я помню, знаете, мне там 10 лет. А я думаю, блин, я же такая взрослая уже. Так, ну что, пробуем. Давайте, давайте вот этот еще раз пробуем. Так, здесь у нас сливочный сыр. И немножко, видите, портит на самом деле. Я бы сливочный сыр отсюда убрала, чтобы просто был красивее срез. Ну, вкусно, невероятно. Сегодня у нас максимально такой тихий милбанк. Пообщаться, кайфануть от еды. Ребята, у меня же, кстати, новость. Мы Арину научили спать в кроватке. Сейчас расскажу. Это, мне кажется, будет актуально людям вообще, мамочкам. Ну, и вообще, в принципе, интересно, я думаю. Ребятам, у кого нет детей, тоже интересно, я думаю, будут узнать. В общем, Арина всегда в основном спала с нами. Ну, я уже на это жаловалась вам. И она раньше, когда ты ее перекладывала, она все время просыпалась. Ребят, сейчас. Она долгое время спала с нами, прям. И сейчас я ее опять приучаю спать в кроватке. И у меня получается... Что я делаю? Ничего особенного. Просто я ее укачиваю на руках. Она засыпает, перекладываю в кроватку, и она спит. То есть у нас кроватка с маятником, и я ее еще немножко докачиваю в кроватке. Ребят, и она спит. Вы только представьте себе, она спит в кроватке. И сейчас она спит в кроватке, а я снимаю. Это такая роскошь. Что-то ребенок спит в кроватке. Но... Вы знаете, ей нужно было до этого дойти. Она не была готова спать в кроватке с самого первого дня. Потому что я ее кладу в кроватку, а она просыпается. Она все время меня ищет, плохо спит в кроватке. Фариж скоро будет 7 месяцев. И вот в этом возрасте я ее перекладываю, и она спокойно спит. Знаете, как будто бы она как губка напиталась безопасностью, любовью. И сейчас спокойно, когда ее перекладываешь, засыпает и спит в кроватке. То есть я ее перекладываю. Она может чуть-чуть покапризничать, но она засыпает дальше. У нее нет такого, как раньше, что она... Ее прикладываешь, и она прям просыпается, начинает плакать. И ее нельзя успокоить. Нет, такого нет. И это прям... Девочки, у кого вот маленькие детки... Не отчаивайтесь. Если они спят с вами, не отпускают вас. Ничего страшного. Поспите вместе. Придет время. Ну, главное, пробуйте, пробуйте. Ребенок вас спокойно отпустит. Я просто против этих, знаете, драконовских методов, когда... Ну, там, чтобы ребенок проплакался. Я вообще этого не понимаю. Все-таки это твой малыш. Ему страшно. И вот эти все... Ну, знаете... Ну, как мне кажется, средневековые методы, они... Не очень. Относительно, кстати, средневековья. У нас очень... Ну, сейчас, как бы, в России, мне кажется, достаточно мягкое родительство в тренде. Но в Европе я была удивлена, что там очень жестко относятся к детям. И там как раз-таки... Ну, практикуют вот это вот, что типа положи, пусть проплачутся. До сих пор. Они считают, что это окей. Ну, то есть, это настолько отстало на самом деле. Это просто... Ну, как мне кажется, действительно средневековье. Потому что ребенку некомфортно. Окей. Знаете, тут можно привести аналогию. Когда ты плачешь. Ты хочешь, чтобы к тебе подходили? И чтобы тебя утешили, когда ты плачешь? Наверное, ты хочешь. А малыша своего ты оставляешь без внимания, когда он плачет. Так, я думаю... Я считаю, так нельзя. И вообще, наша советская психология, она... Ну, она за детей. Она вот именно такая мягкая, приятная. И... Ну, я Арину воспитываю просто, мне кажется, в абсолютной любви. Так, мне кажется, не знаю, как вы думаете. Залюбить, именно вот залюбить невозможно. Можно недолюбить, да, легко. А мы, не знаю, мы, наверное, не лечим психологические травмы, когда нас там любили, обнимали, целовали в детстве. Так, говорили, ты умничка, молодец, все классно. Травмин, получается, от другого чуть-чуть отношения. Ну и, короче, Ариша, как губка, напиталась любовью и спокойненько меня отпускает. Прикиньте. Она уже ползает. Она уже сама играет. Но... В первое время, ребят, честно вам скажу, она была у меня на руках, ну, просто постоянно. Реально постоянно. Вот так вот. И мне говорили еще, что вот, ты и примуешь, что... Ну, знаете... Мне было это больно, конечно, слушать, но... Приходилось. И как бы вот эта вот история дала свои плоды. Поэтому девочке любите свои деток. Носите их побольше на руках. Но руки у меня уже болят. Кисть уже у меня болит. Я надеюсь, что вот-вот и все уже. Она... Скоро пойдет. Проснулась. Девочки. В общем, мы с вами устраиваем конкурс на колонку. Вся информация будет в Телеграме. Розыгрыш будет проводиться в Телеграме. Среди подписчиков Телеграма. Но также я проверю подписку еще и на Ютуб и на Рутуб. Давайте мы с вами скушаем последний ролл за вас. Вот этот вот красивый... Красивый, премиальный, вкусный ролл без риса. И... Идем отдыхать, да, в свой заслуженный выходной в субботу. Невероятно вкусный. Ёжи. Я вам очень советую. Кто по моей наводке пробовал ёжи, пишите тоже. Интересно на вас посмотреть. У меня был план не объедаться сильно. Поэтому у нас такой сегодня был гурманский мукбанг. Пишите, как ваши впечатления, комментарии. Я пойду к своей Арише. Любите своих деток. И они обязательно, обязательно вырастут, станут самостоятельными. И будут любить вас тоже очень сильно. Все, ребят, всем пока.